Добрый день, коллеги! Рада всех видеть. Сегодня у нас действительно тема, которая актуальна не только для тех, кто пишет диссертацию, но и тех, кто просто занимается научными исследованиями, научной деятельностью, готовит публикации, вообще работает с научными текстами. Что касается особенностей того, что мы сегодня с вами посмотрим, хотелось бы рассмотреть три важных момента. Во-первых, выделить те проблемы и особенности использования литературных источников, которые возникают при работе с разными текстами, потому что публикация и диссертация — это, конечно, научные тексты, но благодаря тому, что тексты разного объема, они имеют существенные особенности, мы о них поговорим. Второе, для того, чтобы знать, не нарушаете ли вы чужие права авторские и понимать некоторые нюансы, потому что иногда бывают ситуации, при которой автор неосознанно допускает нарушения научной этики, так вот, чтобы у нас все было с пониманием, нам нужно разобраться, что такое правомерные и неправомерные заимствования и где вот та грань между ними и между… сразу забегая вперед, скажу, что там есть варианты, и у того, и у другого, вот где та грань, где мы должны пройти со своим научным текстом, чтобы не задеть ничьих прав. Ну и, безусловно, актуальнейшая тема, которая вызывает всегда массу вопросов, тема острая, потому что нет четкого законодательного взгляда на нее, и поэтому очень много таких нюансов, которые… Так, друзья, помогайте мне, пожалуйста, в чате написано, что меня не слышно. Слышно или нет? Вот Татьяна все время просит огонечки подать, да, чтобы я сразу увидела, чтобы мы чат не… Вот у кого все в порядке, нажмите на огонечки, чтобы было понятно, что много людей или мало, все в порядке, да. Друзья, тогда у кого проблемы со звуком, пожалуйста, наверное, нужно перезайти. Благодарю вас. Значит, и вот третья часть будет посвящена именно с одной стороны самоцитированию, ну и вообще, в принципе, мы поговорим о том, как правильно, грамотно делать это цитирование, и независимо от того, цитируете вы себя или нет, для того, чтобы не возникло никаких проблем. Ну и начнем все-таки, раз уж заявила я в теме о научной этике и о культуре, давайте буквально пару слов об этом поговорим. Что мы подразумеваем вообще под научной этикой? Ну, безусловно, это не только совокупность каких-то установленных, да, норм поведения, но абсолютно соглашусь с Татьяной, как она сказала в начале нашей встречи, это некое внутреннее состояние, когда мы понимаем, что, ну, мне бы не хотелось, чтобы со мной так поступили, да, и я тоже не хочу труд чужого автора как бы выдавать за свой труд. То есть, когда вот есть какое-то такое понимание, то возникает желание разобраться с тем, как сделать так, чтобы вот эта научная этика, она проявилась на практике, а не просто была где-то у нас в глубине. Что касается нарушений научной этики, на самом деле это не только плагиат, потому что вот прям, когда мы говорим плагиат, да, если мы заглянем в законодательство, достаточно сложно устанавливаем это обстоятельство, но тем не менее. это, кроме того, когда, например, вот что такое использование доминирующей позиции в академической иерархии в личных интересах, это ситуация, при которой люди иногда, да, более опытные исследователи иногда пользуются своим положением и просят вас, например, чтобы вы добавили этого человека как соавтора, в то время как он этим соавтором не является. Со мной лично была такая ситуация очень неприятная, еще в бытность, когда я готовила докторскую диссертацию, мы отправили в один из журналов статью с моим соавтором, с моим научным консультантом, и вы понимаете, что рецензирование статей в принципе является закрытым, то есть рецензент, по идее, не знает, чью статью он рецензирует, уж тем более не знает никаких контактов этих людей. Каково же было мое удивление, когда мне рецензент позвонил, представился, объяснил ситуацию, что статья ужасная, но он хочет стать соавтором. В общем, с одной стороны, это было, конечно, наверное, как-то смешно, вот такое сочетание, да, с другой стороны, очень удивительно, что как вообще такое возможно, если журнал себя все-таки позиционирует как журнал тоже с этикой, да, с научной этикой, которая выдерживает какие-то научные принципы. Третий вариант – это искажение или подтасовка экспериментальных или эмпирических данных, это ситуация, о которой очень много говорится, в том числе и на вебинарах компании «Антиплагиат». Сегодня еще расскажу о круглом столе чуть попозже, когда выявляется, что люди как бы забирают, да, то есть взяли, например, таблички у одного автора, разместили в своей статье, но те таблички, например, про какой-то один исследовательский объект, а они эти же самые таблички размещают, называя это другими какими-то объектами, то есть как будто тут, например, больницы исследуются, а тут как будто бы школы или там вузы или еще что-то. Я не говорю, что мы этим занимаемся с вами, да, я говорю о том, чтобы у нас не было неправильного представления, что плагиат – это единственная возможность нарушить научную этику. Ну и, конечно, когда мы с вами пытаемся, например, разместить нашу статью, ну вот особенно это касается молодых исследователей, а им говорят, что нет, друзья, вот пока ты без автора, там, какого-то человека со степенью, мы твою статью взять не можем, вашу, конечно, статью взять не можем. Это тоже неправильно, это тоже нарушение научной этики в каком смысле? В том смысле, что мы все с вами когда-то начинали, мы все когда-то были детьми, потом взрослели, потом стали студентами, закончили вузы, начали или в вузе, или после него заниматься научной деятельностью, и мы все когда-то что-то не умели делать. И постепенно мы этому учились, поэтому это нормально. И если вы представляете какой-то журнал, то, конечно, такая позиция не очень верная. Понятно, что всем хочется, чтобы в журналах были какие-то очень мощные статьи, но начинающие авторы тоже должны иметь право присутствовать на страницах журнала. Теперь давайте посмотрим, вот если мы говорим именно о публикациях и диссертациях, вот об этой связке или, в принципе, об этих научных текстах, что здесь нам целесообразно знать по поводу заимствования. Но, наверное, иногда мы, находясь в такой ситуации подготовки научного текста, и вот под таким прессингом, что проверяют эту статью рецензенты, проверяют ее антиплагиат, то есть системы и так далее и тому подобное, иногда, наверное, закрадывается такая мысль, а может быть, я вообще лучше ничего цитировать не буду, возьму просто и напишу свои мысли, просто их изложу и тем самым защищу себя, в частности, от нападок каких-то, и, в общем-то, точно мне удастся избежать неправильных каких-то моментов цитирования. Возможен ли такой подход? Нет, коллеги, он невозможен. Невозможен он по той причине, но если мы еще в публикации хоть отчасти могли бы по поводу этого порассуждать, то уж в таких крупных научных трудах, как монография и диссертация, это невозможно вообще. Почему? Потому что, естественно, литературные источники являются той базой, тем фундаментом, на котором строится наше исследование. Мы с вами не первооткрыватели, может быть, нам, конечно, хотелось бы ими быть, но до нас жили и исследовали другие люди, да, и мы должны в своих научных трудах в том числе показать, что мы ознакомились с этими трудами, мы знаем, что по этому поводу говорили другие исследователи, мы знаем, как развивалось то исследовательское поле, которое стало для вас интересным в рамках ваших работ, да, как оно развивалось, как оно изменялось, как актуализировались какие-то моменты. И это мы можем показать только благодаря тому, что мы покажем те уже произведения научные, которые нам доступны. То есть тоже это могут быть хоть статьи, хоть монографии, хоть диссертации. Поэтому этот вопрос, можно сказать, не актуален, но такой риторический. Еще одним доказательством этого является совершенно конкретное требование, которое предъявляется к текстам диссертации. То есть, безусловно, мы должны и обязаны для того, чтобы защитить диссертационную работу, выполнить требования, которые предъявляются в АК, иначе, если наша работа не будет отвечать этим требованиям, мы не сможем ее защитить. Так вот, в пункте 14 четко указано о том, что мы обязаны ссылаться на авторов и источник заимствования. Это говорит о том, что ссылки у нас, безусловно, должны быть, и когда начинают говорить о том, сколько ссылок надо, ну, самый легкий критерий, может быть, он совершенно не точный, но он, по крайней мере, дает какие-то первоначальные представления, что ссылок обычно не меньше, чем количество страниц. То есть, если, например, в вашей кандидатской диссертации 150 страниц, значит, ну, 150 ссылок там должно быть. Если объем вашей докторской, сразу скажу, что я средние говорю объемы текста, потому что очень сильно разнятся объемы по специальностям, и если у вас, например, в докторской диссертации там 350-400 страниц, то, соответственно, столько ссылок у вас и должно быть. Это ориентир, у вас их может быть меньше, больше, опять же, очень сильная специфика есть между работами по естественным наукам, по математическим, например, наукам, или по гуманитарным наукам, когда там вообще, ну, специфика, короче говоря, очень серьезная, поэтому в рамках своей специальности надо понять, как это дело обстоит у вас. Ну, и очень часто возникает вопрос, а можно ли заимствовать у себя. Буквально недавно, 16 февраля, компания «Антиплагиат» проводила очень большой круглый стол, на котором были представители разных организаций, в том числе были Анри, представители редакторского сообщества, да, значит, были представители РИМС, РАН, да, присутствовал, и, соответственно, Антиплагиат. Поэтому, если вы не были, не смотрели, я вам рекомендую посмотреть, о чем речь шла кратко в двух словах на круглом столе. Честно говоря, до того, как я к этому круглому столу присоединилась, я вообще не понимала, не осознавала просто масштаб того, что происходит в публикации. И речь не случайно о... в названии вынесен такой слайд с темой, с темой этого круглого стола, потому что речь шла о том, как часто авторы заимствуют свой текст. То есть речь не о том, что человек у кого-то забирает какие-то куски и присваивает их себе. Речь шла о том, что один автор, то есть сам автор, принимает решение, что он один и тот же текст, ну, не в полном объеме, там они считали, грубо говоря, две трети, да, текста, не буду детализировать в таких технических моментах, автор допускает издавать еще и еще раз. Масштабы, коллеги, просто потрясают, просто что-то невероятное. И, конечно, наверное, мы должны как-то вот на эту ситуацию тоже отреагировать с точки зрения того, чтобы понять, что мы сейчас с вами находимся в таком цифровом информационном пространстве, когда наша логика, может быть, какая-то логика старых времен, она сейчас не работает по отношению к научным публикациям. О чем я говорю? Например, раньше, когда у нас не было электронных библиотек, а такие времена же были, друзья, были относительно недавно, то авторы считали абсолютно нормальным отправить свою статью, например, в один журнал куда-нибудь на Дальний Восток и эту же статью, немножко переделанную, перенаименованную как-то, отправить, например, в Центральную Россию, потому что они понимали, что эти журналы, они находятся в разных концах нашей огромной страны и что читатели одного региона познакомятся и читатели другого региона познакомятся, потому что других возможностей у них крайне мало. Особенно, если речь шла о конференциях, когда, ладно, журналы, библиотеки могли подписываться на эти журналы. И тогда это, может быть, воспринималось как нормальное явление. Сейчас это воспринимается как дублирование собственных статей, можно столкнуться с ситуацией ретрогирования своей статьи. И, в общем, этого делать не рекомендуется. Более глубоко я не буду рассказывать, если вас эта тема заинтересует. Вы посмотрите этот круглый стол. И что же мы с вами имеем? Мы с вами имеем набор определенных публикаций, которые мы готовим по теме диссертации. И потом мы, безусловно, опять же, нравится кому-то это или не нравится, хотим мы или не хотим, мы частично, результаты наших исследований мы же публикуем, и мы их берем в диссертационную работу. То есть у нас в любом случае есть некое пересечение текстов, когда у нас публикации проникают каким-то образом в диссертационную работу. И здесь возникает вопрос, разрешено ли мне это сделать, могу ли я это сделать. И здесь опять, так же, как только что с названным примером, меняется понимание того, как можно и как нельзя. И если раньше, опять же, в те стародавние времена, которые были, когда в разные концы света отправлялись публикации, чтобы там ознакомились с ними, история из того же времени, когда считалось, что вы взяли, написали там 8 публикаций, сложили их в одну, в один какой-то текст, и у вас получилась диссертация. По житейской логике так оно и есть. Исследователь по частям рождает этот, создает этот научный текст, а потом возникает диссертационная работа. Но, к сожалению, не всегда логика побеждает какие-то ограничения или какие-то моменты, которые существуют в реальной жизни. И сейчас эта стратегия, при которой вы взяли свои публикации, сложили в одну диссертацию, она не сработает, потому что в любом случае работу будут проверять на заимствования, в том числе на ваше. Мы сегодня дальше об этом будем говорить. То есть не надо думать, что если вы взяли свой текст, то вы не заимствовали. Вы тоже его заимствовали, если он опубликован, вы заимствовали его у себя. Это я сейчас говорю, опять же, не по житейской логике, а потому как это будет восприниматься. Значит, что касается этих заимствований. Постоянно нас мучает один и тот же вопрос. Сколько же я могу взять для того, чтобы ко мне не было претензий? Ответ на этот вопрос сформирован, вообще говоря, в научном сообществе, но он не закреплён. И здесь тоже всё зависит от того, о каком научном труде мы ведём речь. Если речь идёт о статье, то здесь процент оригинальности очень часто закреплён, существует, и он утверждается редакцией того издания, куда вы будете направлять свою статью. Поэтому мы можем обратить внимание и должны обратить внимание как грамотные авторы на сайте журнала, например, в который вы хотите попасть. Есть ли там какой-то процент оригинальности, который указан, да, и, соответственно, который, как мы говорим, нам придётся добиваться этого процента. Если мы говорим о статьях в материалах конференции, то тоже сейчас очень многие оргкомитеты устанавливают некий процент, через который нужно преодолеть для того, чтобы статья была принята. Безусловно, с одной стороны, в этом есть вроде бы какая-то разумная логика, что проверяют нашу статью. С другой стороны, если статья имеет высокий процент оригинальности, да, то есть там мало заимствований, это совершенно не значит, что эта статья имеет высокую научную ценность. Поэтому иногда бывает, что статья содержит много ссылок на различные источники, но при этом идея, которая рождается у этого автора, абсолютно интереснейшая, новаторская и так далее. Поэтому этот процент, это вот, понимаете, как погода, мы должны его учитывать, что это существует, но, естественно, продолжать свою деятельность, сообразуясь все-таки со своими внутренними принципами тоже. Монография – это крупный научный труд, и чаще всего по монографиям ограничения по оригинальности устанавливаются высшими учебными заведениями либо научными организациями, где эти монографии утверждаются учеными советами или издательскими советами. И, соответственно, опять же, прежде чем свою работу сдавать на публикацию, мы можем понять, соответствуем мы вот этим критериям или нет. Если мы говорим о диссертационной работе, то здесь существует у нас методическое пособие, которое давнее, оно, по крайней мере, я не знаю о том, чтобы оно обновлялось. я все, что, если я на что-то опираюсь, то есть я соблюдаю в том числе научную этику, несмотря на то, что это не публикация, я хочу, чтобы вы знали, откуда взят материал. Утверждение, которое указано на слайде, оно взято из этого методического пособия. И в этом пособии расшифровывается, что не может существовать и не может быть никаких пороговых значений, то есть, в частности, процентов, которые говорят об оригинальности или неоригинальности научного исследования. По сути, по сути, вот если вот прям глубоко взглянуть в эту тему, то вообще говоря, здесь, наверное, целесообразно было бы иметь какие-то две оценки для работы. Это знаете, как в начальной школе, да, за старание и за реальность, за то, что вот выполнено. В каком смысле две оценки? Наверное, целесообразно было бы проверять, насколько человек соблюдает вот эти каноны, научной этики, то есть, насколько он выполняет вот эти вот требования, которые предъявляются к нему. А вторая оценка, я условно использую слово оценка, это оригинальность с точки зрения научной значимости, научной ценности этой работы, потому что у нас, к сожалению, эти понятия как будто бы приравниваются. То есть, если у меня 90% оригинальности, у меня прекрасная работа, если у меня 75%, у меня как будто бы плохая работа. Это ж не так, друзья. Поэтому вот здесь очень тонкий нюанс, который существует, но по поводу которого нет решения. Поэтому, опять же, нравится нам или не нравится, когда мы выполняем диссертационную работу, мы движемся в коридоре возможностей. И наши возможности, несмотря на то, что ВАГ, они не ограничены, то есть, не установлены эти пороговые значения, в научном сообществе и в частности, в диссертационных советах эти пороговые значения есть, точно так же, как в издательствах, да, и диссертационные советы на эти пороговые значения ориентируются. В прошлом году тоже совместно с компанией «Антиплагиат» мы проводили круглый стол. Я была спикером, представляющим интересы исследователей. У нас были представители тоже компании «Антиплагиат». Я была представителем издательских, значит, журналов, издательств, да, и представителем диссертационных советов. Дискуссия была тоже очень интересная, очень такая, знаете, содержательная, я бы сказала. То есть не просто там пришли сказать и участники, в том числе, не только спикера, что все плохо и так далее, а вот какой-то поиск вот этого взаимодействия. Поэтому тоже этот круглый стол, в принципе, можно посмотреть. Он, правда, достаточно длинный, но тем не менее. Итак, вот это мы с вами особенности посмотрели. В каких особенностях, в том числе, с точки зрения подготовки диссертации и публикаций, мы оказываемся, и какие требования у нас есть, а каких нет официальных, но мы все равно на них вынуждены ориентироваться. Что касается вот этого нюанса по поводу правомерности и неправомерности заимствования. Как же нам защищать свои права и не нарушать права других авторов. Давайте с этим разберемся. Наверняка вы слышали, и потому что раз занимаетесь научными исследованиями, наверняка вы слышали, что существуют правомерные и неправомерные заимствования. Давайте по нюансам. Значит, правомерные. Сейчас мы берем с вами правомерные заимствования, то есть заимствования, которые разрешены. Вот так, давайте упрощен. Они бывают в двух формах. Первая форма это то, к чему мы должны стремиться. Вот такие заимствования должны быть в нашей работе. Все заимствования в нашей работе должны быть вот такие. То есть это заимствование в научно-корректной форме. Что это означает? Это означает, что вы взяли чужой текст не потому, что вам объем собственной статьи нужно увеличить, а у нас есть обоснованное целями исследования какой-то какой-то смысл того, что мы взяли фрагмент, какую-то цитату из чужого исследования, из чужой публикации. И мы оформляем цитирование верно. то есть всем понятно, что это не наш текст. Вот это правильное оформление. Как это технически сделать, чуть позже поговорим. Второе. Оказывается, бывают правомерные заимствования в научно-некорректной форме. То есть оно правомерное, то есть вроде бы все тут нормально, но не совсем. тема. Вот как раз добросовестные авторы, но начинающие, например, свой пункт, часто попадают вот в эту ситуацию. То есть они не потому, что они хотят что-то исказить, они не до конца понимают, как правильно оформить цитирование, и поэтому сталкиваются с такой ситуацией. То есть эта ситуация, когда все обосновано, вы не взяли там 10 страниц у другого автора и так далее. То есть все нормально, указаны и фамилия автора, и источник заимствования, но ссылка оформлена неверно. Неверно. Она оформлена с нарушением правил цитирования. Мы как раз в последнем нашем пункте будем говорить о правилах цитирования, и вот если хоть что-то из того, о чем мы будем говорить, у вас не так, но вы указываете ссылки, значит вы вот на этом уровне находитесь. Надо переходить на уровень научно-корректной формы правомерных заимствований. А теперь давайте посмотрим неправомерное заимствование, что это такое. Опять же здесь я даю прям цитату, я специально ее не сокращала для того, чтобы вы могли ее прочитать полностью, для того, чтобы понять, а я просто ее прокомментирую. То есть неправомерное заимствование это такая ситуация, при котором автор пытается показать читателю чужой текст как свой. То есть в данной формулировке это называется присвоение автора. То есть автор просто не указывает ссылку вообще. То есть ссылки нет. И поэтому у читателя создается ощущение, что весь текст, который он читает, принадлежит автору той статьи, которую он читает. Вот это называется неправомерное заимствование. и здесь конечно тоже есть свои нюансы, как везде, вот в любом шаге, особенно что касается подготовки диссертации, есть свои нюансы. Во-первых, давайте разберемся. Неправомерное заимствование может быть как в форме дословного присвоения авторства. То есть человек полностью взял текст, ссылку, даже он может ссылку поставить, но он ее ставит просто в любом месте, вообще без привязки к этому тексту. То есть в любом случае нас вводят заблуждение по поводу того, кто автор конкретного текста. И самое главное, что по ссылке, которая находится в тексте, мы не можем идентифицировать кусок, который принадлежит другому автору. Второй вариант дословного присвоения авторства, это когда ссылка отсутствует вообще, ее в тексте нет. Автор публикации может ее разместить в списке литературы, ну, типа, я же в списке литературы это показал, что я использовал этот источник, но внутри текста ссылки нет, и мы понятия не имеем, мы же не можем пойти с вами перечитать все источники, которые указаны в списке литературы, для того, чтобы понять, что из них именно автор взял свою статью. Поэтому это тоже неправомерное заимствование. Ну, и еще один вариант, когда вообще некоторые считают, что это нормально, вот это неправильно. Когда мы берем какой-то материал у другого автора, используем метод парафраза, что это значит? Ну, такой типа пересказ с заменой слов, с расстановкой в другой последовательности, то есть, грубо говоря, то же самое, даже не своими словами, да, а вот прям примитивной заменой, вот, перемещением слов и фраз, размещается текст статью, и ссылки на автора тоже нет. Почему так поступает автор? Иногда автор считает, что, ну, я же типа пересказал, я же не слово в слово взял, я тут творчески поработал с этим текстом. Друзья, это не зависит от того, творчески или нетворчески вы с этим текстом поработали, этот текст не ваш, поэтому мы должны указывать ссылку в обязательном порядке. Поэтому, как мы видим, у нас два вида правомерных заимствований и три, по сути, варианта неправомерных заимствований. То есть, в следующий раз, когда вы будете оформлять свою публикацию, вы как бы оцените, да, свою работу новым взглядом. Вот эта ссылка, которую я поставил, а раз она у меня есть, значит, я вот из этих двух моментов выпадаю, но по-прежнему могу оказаться вот в этих двух. Как мне сделать так, чтобы у меня все было хорошо? Вы лишний раз зададите себе этот вопрос, и это приведет к тому, что вы сделаете верно, потому что мы сегодня рассмотрим, как сделать верно. Это на самом деле не так сложно. Итак, для того, чтобы четко себе, самому, то есть, чтобы вам проще было свой текст проверить, мы можем воспользоваться вот таким алгоритмом. То есть, смотрите, правомерное заимствование в научно-корректной форме. Что это означает? Это означает, что читающий текст в вашей статье, читатель, он видит, какой текст заимствованный и знает, из какого источника. мы же ведь ссылку-то ставим не только для того, чтобы показать, что это не мое, а для того, чтобы дать возможность читателю углубиться в исследования, в том числе цитируемых авторов. Иногда статьи других ценны тем, что мы там узнаем новые литературные источники. Мы видим, о, так вот еще и этот занимается этим исследованием, и вот этот надо почитать его работы. И вы прямо из ссылок можете пройти. Почему с нас просят, чтобы если эта статья доступна в электронном виде, делайте, если у статьи есть до и делай, ставьте это. Почему? Потому что наша задача не просто на ссылку сослаться, нам нужно сделать максимально легким доступ к этому источнику, чтобы читатель мог зайти, если ему это интересно. Поэтому, конечно, если у вас есть возможность показать электронный доступ к этому источнику, конечно, его указано. Если у нас правомерное заимствование, оно в научно некорректной форме, то читатель понимает, что текст не ваш, он заимствован, но ему непонятно место заимствования. То есть, где, где прочитать? Либо, например, стоит ссылка, но не стоит страница. Вот, допустим, человек поставил ссылку на монографию. Монография занимает 200 страниц. Вопрос. То есть, предполагается, что нужно пойти прочитать всю монографию, чтобы выяснить, откуда вот эта фраза? Ну, конечно же, нет. То есть, понятно, что либо сам автор эту монографию не читал, либо, ну, сложно, есть такие моменты, сейчас мы дойдем до этих моментов, когда такая ссылка будет правомерная. Но это прямо вот ограниченное количество примеров. Ну, и, естественно, если мы говорим о неправомерном заимствовании, то читатель, ну, либо умышленно автором, либо неумышленно, в данном случае это вообще не важно, да, человека вводят в заблуждение, потому что он не может различить, где авторские тексты, где неавторские тексты, и уж тем более он понятия не имеет о том, откуда этот текст взят вообще. Поэтому вот здесь видите, очень, вот грань между этим всем очень тонкая, и поэтому, конечно, нам нужно понимать, как нам нужно цитировать, как нам нужно цитировать других авторов, как нам нужно цитировать себя, чтобы достойный, достойное лицо иметь в своих научных работах и демонстрировать свои научные результаты, да, полученные самостоятельно, а не те результаты, которые, которых добились другие авторы и, соответственно, их выдавать за свои. Прежде чем я расскажу по этому пункту, я хочу напомнить, что у нас с вами, для тех, кто готовит диссертацию, конечно, есть возможность встретиться на курсе, где мы точно так же, как сейчас, вот когда я вам каждый-каждый нюанс объясняю, точно так же будем разбираться не только с этой темой, этой темы, кстати, в курсе нет, потому что мы встречаемся с вами, обсуждаем это сейчас, а можем остальные важнейшие для аспиранта и докторанта темы рассмотреть именно вот так подробно, с нюансами, с лайфхаками, с всевозможными подводными камнями и так далее, для того, чтобы вы понимали, как эти ситуации преодолевать. Курс начнется 29 марта, и я буквально два слова о темах, они будут представлены на слайдах, я их читать не буду, я хочу лишь сказать о том, что в рамках курса по сути мы проходим весь путь от самого начала до понимания того, что такое диссертация и какие требования необходимо выполнить для того, чтобы диссертационную работу защитить, через все вот эти нюансы, связанные с публикациями, с планированием, с подготовкой текста, диссертации, с работой с литературными источниками и так далее, мы проходим весь путь вплоть до подготовки к защите и защиты и более того, даже того, что происходит после защиты, то есть, что с защитой вообще-то все не заканчивается. То есть, если для вас это актуально, если вы собираетесь бросить, например, и хотите дать себе один шанс, или вы уже замучились писать диссертацию, потому что вложено много сил, но почему-то нет продвижений, то, пожалуйста, приходите, либо наоборот, вот вы только-только начинающий исследователь, приходите, я сделаю все возможное, чтобы вам было очень полезно, на курсе, на любом тарифе, на каком бы вы не участвовали, есть обратная связь, только она будет разная, либо это общение в группе, либо это общение персонально со мной, либо это консультации, поэтому здесь посмотрите внимательно, и я буду рада быть для вас полезной и помочь вам реализовать и достичь такую замечательную цель, как защита диссертации. Ну, а возвращаясь к нашему цитированию, к нашему грамотному цитированию, когда мы говорим о научной этике и культуре, иногда авторы, добросовестные авторы, да, я вообще говорю о том, что авторы в целом это добросовестные, добропорядочные люди, просто иногда мы не знаем что-то, наша задача просто научиться. Но некоторые авторы находятся в таком заблуждении, что они считают, что если у меня в публикации или тем более в диссертации будет много различных ссылок, то, наверное, ведь эксперты, ладно, читатели диссертации, но ведь, наверное, эксперт подумает, что у меня в работе, что я все у них там взял, все идеи, и у меня в работе нет никакой новизны. На самом деле, это не так, это прямо наоборот, я бы так сказала. То есть, вот когда у вас нет ссылок или их мало, возникает вопрос, неужели автор ничего не прочитал? Как так-то, почему он не подтверждает какие-то свои выводы, свои позиции, положения какими-то другими выкладками автора? то есть, опять же, мы с вами не на небитаемом острове, у нас с вами есть научное сообщество, которое работает в нашей исследовательской теме, тоже занимаясь этими исследованиями, поэтому, безусловно, ссылки необходимы, и не бойтесь их количества, чем больше ссылок, тем у читающего или у эксперта возникает понимание, что вы проработали много литературы, вы много изучили, вы честно показываете, где ваше и не ваше, и, безусловно, мы все равно думаем о том, как показать свою новизну так, чтобы она выглядела ярко, потому что, на самом деле, грамотное цитирование, это не только про то, чтобы не обидеть другого автора, это, я бы сказала, даже это вообще не про это, потому что грамотное цитирование, вот научная культура, да, это не обидеть никого своими какими-то текстами, не ущемить право другого, а вот грамотное цитирование, это в большей степени про то, чтобы показать, выделить явственным образом свою новизну, чтобы она у вас заиграла в работе, чтобы в работе была четко показана теоретическая и практическая значимость исследования, чтобы они не смешивались с текстами, выводами, утверждения других авторов, поэтому, когда мы выделяем чужой текст, мы тем самым показываем, а все остальное это мое, это мои идеи, это мои наработки, это мои результаты, вот зачем нам грамотное цитирование, и в этом смысле нам удается отделить вот эти чужие мысли, которые мы используем для того, чтобы показать исследованность темы от своих мыслей, которые демонстрируют в этой диссертации вашу научную новизну, когда же нужно поставить ссылки в тексте, вот мы с вами говорили, что кто-то пересказал чужой текст и считает, ну это ж мой текст, я же уже, это ж я не взяла там дословную цитату, например, да, поэтому не надо ставить, давайте разберемся, когда надо. Первое, когда вы используете цитату, вообще сам термин цитата и означает, что это дословно, я специально в кавычках написала дословную цитату для того, чтобы как бы обратить ваше внимание, что это ситуация, при которой вы берете все слово слово в букву в букву. Вот, естественно, это называется цитатой, естественно, здесь должна быть ссылка. Следующий момент, когда, вот как раз таки, когда вы не берете дословные фразы, но вы прочитали текст другой работы, вам работа показалась значимой, не просто понравилась просто интересная, она значимая для того, чтобы сослаться, опереться на нее, или, может быть, сравнить свою работу с этой работой, да, и вы не хот... у вас нет необходимости брать цитату, вы просто идеи автора рассказываете своим текстом, но при этом, при вот этом перефразировании текста другого автора, вы все равно обязаны поставить ссылку в текст. Следующее, это когда вы берете идею, идею, вообще не текст, вообще не текст, ну, предположим, вот вы можете в своей диссертации или в своей статье, ну, что, какой пример приведите, допустим, вы разрабатываете какую-то, не знаю, методику оценки чего-то, или модель, или какой-то алгоритм, да, и, естественно, вы же не вы первые это делаете, то есть, наверняка, есть другие авторы, у которых были идеи на этот счет, и вам какая-то идея кажется ценным, ну, например, вы разрабатываете методику, в методике у вас вы ориентируетесь там на статистические показатели, а вот у какого-то автора вы прочитали, что он взял в комплексе оценку и на основе статистических показателей, и на основе, например, показателей, я не знаю, провел опрос населения, или там своих клиентов, или учеников, или кого угодно, и в его оценке есть два компонента, и тот, и другой, и субъективный, когда люди что-то говорят, и объективный, так скажем, условно, объективный, на основе официальных данных, и вот он, например, такую идею в своей работе продвигает, что вообще оценку надо проводить именно так, и вам эта идея понравилась, и вы сроду не собираетесь его методику использовать, и цитировать ее вы не собираетесь, но сама идея, вот эта, вам, например, понравилась, и вы в своей работе, неважно, будь то статья или диссертация, пишите, что Иванов Иван Иванович в своей работе предлагает такой-то подход к созданию методики, такой-то, чего там у него, методика оценки того-то, да, и вы просто пишете совместить в методике то-то, такую-то и такую-то оценку, точка, но это не ваша идея, это его идея, и вы после этого предложения оставите на него ссылку, потому что если кому-то из читателей эта идея тоже откликнется, и он захочет более подробно изучить, а что там такого этот Иван Иванович предлагал, то он по этой ссылочке сам пройдет и сам изучит и выяснит, ему это ценно или нет, он этого автора хочет процитировать или нет, то есть вот здесь мы ссылку тоже с вами ставим. Следующее, это когда мы упоминаем чужую работу, вот помните, я вам говорила, что если, например, автор публикации или диссертации ставит у себя в тексте ссылку без страницы, то это как-то странно, ну что, он считает, что мы должны это все прочитать и выявить, откуда он взял текст вот этого автора? Нет, на самом деле иногда ссылки без страниц оправданы именно в этом случае, когда мы упоминаем чужую работу. В частности, когда мы пишем статьи с вами, во введении статьи, обычно мы размещаем раздел актуальности и назовем его так разработанности, когда мы показываем, что эта тема уже изучалась другими авторами, вот с этой, с этой, с этой, с этой позиции. И вот когда вы здесь, в этом месте пишете, что, например, отечественные исследователи рассматривали то-то, то-то, акцентируя внимание на таких-то на вопросах финансирования или на вопросах оценки или на вопросах развития и там трансформации или на вопросах там еще чего-то. И вот после каждого вот этого утверждения, потому что финансирование не все рассматривали, а рассматривали какие-то конкретные авторы. Вот и назовите их в скобках, ну, то есть ссылки, укажите этих авторов, которые исследовали в вашей теме вопросы, которые касаются, например, финансирования. Дальше вы утверждаете, а другие авторы рассматривали такие-то вопросы, открываем кавычки или там вниз ссылку ставим, какие такие авторы эти рассматривали? То есть раз вы это у себя написали, значит, вы это утверждаете, что такие авторы существуют, значит, такие работы существуют, так вот будьте добры, подразумевает читатель, покажите нам, какие работы вы имеете в виду. И вот здесь, если мы используем, например, ссылочки в квадратных скобках, у вас может быть ссылка, состоящая из двух-трех цифр, которые просто соответствуют цифрам в списке литературы, без всяких страниц, потому что эти работы полностью посвящены этим вопросам. Если эта работа не полностью посвящена этим вопросам, а только какая-то глава, например, этой работы, этой монографии, тогда можно указать и страницы в том числе, но ссылку в любом случае мы с вами поставим. Ну и, конечно, как ни странно, как ни странно, когда мы используем свою работу, когда мы берем текст своей работы, упоминаем или текст берем, или перефразируем, или цитату берем, без разницы, все, что угодно делаем со своей работой, уже ранее опубликованной, мы тоже должны с вами поставить в обязательном порядке ссылочку. Что ж такое у нас правильное цитирование? Безусловно, когда мы говорим именно о цитате, как о дословной выдержке, то здесь у нас очень просто все. Наша задача выделить этот фрагмент, эту фразу или фразы для того, чтобы читатель конкретно понимал, что и как, что наше, что не наше. Из цитаты это сделать самое просто, как только можно придумать. Мы берем эту цитату просто-напросто в кавычки, и эти кавычки как бы выделяют этот текст, и мы соответственно видим. Обращаю ваше внимание, постоянно говорю про специфику, на том же курсе, например, у нас всегда присутствуют люди абсолютно разных специальностей, и технарии, и гуманитарии, и философы, и педагоги, и психологи, экономисты, и техни, в общем, все возможные, и дизайнеры, и кто только не приходит на курс. И когда мы начинаем разбираться в нюансах, становится понятно, что те правила, которые, казалось бы, ну это общепринято, так это же известно, да я знаю это, а оказывается, что в вашей специальности это делается по-другому. Например, если вы пишете работу по литературе, по культуре, по истории, то есть вот по таким вот специальностям, да, наукам, то у вас вполне возможно, что цитату нужно не просто закавычить, как бы мы скажем, да, но ее и сделать курсивом. в некоторых работах это не допускается, а в ряде специальностей это условия необходимые, да, то есть это нужно сделать. Второй момент. Вот мы выделили с вами, выделили с вами, да, и после того, как мы закрыли кавычки, мы поставили ссылку. Независимо от того, это ссылка в квадратных скобках, или это ссылка как в книге, я по-простому, без названия вам сейчас специально говорю, чтобы вы сразу визуально представили, как это выглядит. Хоть у вас будет ссылка внизу страницы, не важно, она должна возникнуть после того, как вы процитировали и закрыли цитату, закрыли кавычку. Следующий момент. Если мы даем, когда мы даем цитату, мы ее даем с конкретной страницы, и поэтому мы не можем с вами взять и поставить просто ссылочку в квадратных скобках, например, здесь мы с вами должны все-таки указать страницу. То есть, когда вы в этом случае не указываете страницу, у рецензента, у эксперта, допустим, по статье, или у эксперта, который читает вашу диссертационную работу, могут закрасться сомнения относительно того, а может быть этот человек, что называется, с потолка поставил источник, потому что, ну как так, если вы взяли с конкретной страницы, почему вы ее не поставили. Поэтому указание страницы это важный параметр того, что это ссылка, неважно, опять же, где она, концевая или в квадратных скобках, что она такая настоящая, настоящая. Ну и еще один момент, тоже по нюансам, по нюансам. Друзья, будьте добры, подскажите мне, пожалуйста, все ли в порядке. У меня на экране вывесилось красное объявление относительно того, что плохое соединение, и вы можете отключить камеру. Вы меня видите, слышите? Вижу огни, значит, это что-то странное, вообще впервые встречаюсь с таким, с такой заливкой. Значит, продолжаем. Благодарю вас за то, что вы мне могли сориентироваться. Ну и, естественно, мы не забываем, что если мы с вами поставили ссылку в тексте, мы обязательно этот источник должны разместить в списке литературы. То есть, вот эту связку мы с вами не забываем. Одно дело, если у вас в списке источник есть, может так случиться, что вы не процитировали, но если вы процитировали, у вас не может не быть такого, что в списке литературы нет этого источника, либо это исключение, о которых я сейчас вам скажу. Смотрите, значит, вот об этой связи ссылка в тексте литературный источник в списке литературы мы смотрим, мы помним с вами обязательно. Проверяем, все ли ссылки, всю ли информацию в ссылках мы перенесли в список литературы. Особенно наблюдаем при ситуации, когда мы используем ссылочки на каждой странице. Вот у нас там ссылка есть, и мы можем забыть, например, о ней, или мы можем там в ней, в этой ссылке стоят страницы, с которых мы взяли цитату, а в список литературы нам, например, нужно общее количество страниц указать, если это монография, либо от начала до конца статьи, если это статья. То есть вот на это обращайте внимание, проверяйте вот этот нюанс. Ну и что здесь тоже важно, когда вы пишете, например, статью, ну особенно в журналах, все-таки, когда мы говорим о конференциях, там меньше требований, но тем не менее, при цитировании в публикациях обращайте внимание на те требования, которые вам сообщил издатель. То есть если мы говорим, что есть жесткая связка, например, там может быть у издателя на сайте написано, что все источники, которые из списка литературы, обязательно должны быть процитированы. То есть у вас понимание, что вот эта связка, она не нарушается. Каждая цитата представлена источником в списке. Но что нам еще важно понять? Нам важно понять, какие они хотят, чтобы вы использовали ссылки. это ссылки, которые на каждой страничке или ссылки в квадратных скобках. Сразу скажу, что у нас в диссертационных работах, это я сейчас о публикациях говорю, а в диссертационных работах в принципе мы пользуемся ГОСТом, который допускает использование тех и других ссылок, но, везде но, везде нюансы, но зависит от вашей специальности. Например, в юридических науках практически в 100% диссертациях не используются никакие ссылки в квадратных скобках. Вот просто специфика, вот понимаете, специфика, поэтому нужно обязательно это узнавать. Вот на курсе в рамках домашнего задания вы это делаете. Сколько источников требуется в списке? Очень часто издатели пишут, что в списке источников должно быть не меньше столько-то, там, допустим, 25 источников, более того, из которых, например, 30% на иностранном языке или из международных баз. То есть обращайте внимание, мало того, что это требование, если вы его не выполните, то может случиться так, что у вас по работе, как бы вас не примут просто публикацию, она не будет соответствовать, но и кроме того, получается, что вы не увидели этот момент, да, и вам, может быть, придется дорабатывать эту статью, тратить на это еще время. Я всегда за эффективность, которая не снижает качество работы, там, где можно ускориться, упроститься или еще что-то, всегда за то, что это нужно делать. Следующее, обязательно обращаем внимание на третий пункт. Какие источники они не разрешают включать в список литературы? Предположим, часто такими источниками являются статистические сборники, всевозможные аналитические бюллетени, какие-то материалы, которые выпускаются вот типа как такие информационные. Их в некоторых значит издательствах не разрешают нормативные акты размещать в списке литературы. То есть внимательно читаем, потому что если нельзя разместить в списке литературы, это не значит, что на это нельзя сослаться. Вы ссылаетесь в тексте, ставите ссылку, но ссылка у вас будет точно на страничке. То есть стандартная ссылка, которую мы ставим в возможности AmiWord, да, черчивается линия, и вы там размещаете. И вот это тот случай, о котором я говорила, что могут возникнуть ситуации, при которых не каждая ссылка попадет, информация об этом источнике попадет в список литературы. Вот здесь вот тоже нюанс, с этим внимательно. Если мы говорим про диссертацию, то безусловно мы относим, мы относим все в список источников. тут нет у нас таких ограничений. Ну и кроме того, конечно же, мы с вами говорим о том, что нужно обратить внимание, допускается ли самоцитирование, потому что в некоторых журналах это ограничение прописано, прямо написано, не менее 25 источников, 30% это иностранные, например, самоцитирование, не более 15% источников. То есть вот и все, вы четко поняли, какие границы. Вы не обязаны себя цитировать, в принципе, не обязаны, но если вы вдруг захотели, я сейчас о публикациях говорю, то вы процитировали в рамках тех ограничений, которые заявил издатель. Что такое самоцитирование? Это ситуация, при которой вы используете в более поздних произведениях или научных трудах, более ранее опубликованные работы. Следовательно, у нас есть с вами публикации, мы не можем не иметь публикации. Почему эта проблема возникает? Потому что у нас есть требование МАК, которое гласит очень простую вещь. Научные результаты диссертации должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях. Что это для нас с вами значит? Это значит, что новизна хотим мы, не хотим, она по требованию должна быть опубликована уже. И кроме того, мы бы с вами могли рассуждать, например, ну хорошо, хотят они, чтобы мы опубликовали новизну, я сделаю одну статью, кратенько расскажу там свою новизну и все. Нет, так не получится. Потому что кроме того, что она должна быть опубликована, установлен так называемый, я условно сказала, норматив по количеству, то есть некий минимальный предел количества публикаций, который должен иметь соискатель учета степени кандидата наук или доктора наук. И для докторантов это существенное количество. Поэтому и возникает как бы с одной стороны необходимость, с другой стороны кто-то говорит соблазн взять свои тексты и разместить в диссертацию. И если мы задачимся этим вопросом можно это сделать или нельзя, на самом деле ответ можно, можно. Но смотрите, что нам заявляет положение присуждения ученых степеней, что автор, независимо от того, личное это авторское или соавторство работы, автор, который соискатель учетной степени, он обязан отметить это обстоятельство в диссертации, переводе на русский язык вы должны поставить на себя ссылочку, вы должны указать, что вы ранее это уже публиковали, а здесь вы в диссертации показываете это как некую, я не знаю, эволюцию своего исследования, начинали вот с этого, тогда-то вот мы начинали с этого, вот у нас фрагмент какой-то публикации. затем мы пришли вот к какому-то варианту, а вот это вот наши итоговые выводы, то есть вот что-то в этом ключе, но при этом мы помним, да, мы помним, что во-первых, мы тем не менее ограничены диссертационными советами, которые ой, отлично, отлично. Спасибо, что вы подождали, не разошлись, что это такое, вообще впервые, давно такого не было, чтобы куда-то что-то там выбивало и нарушало наши планы, еще буквально 5-7 минут и мы закончим, но мне бы хотелось досказать свои мысли. Итак, я надеюсь, что запись у нас продолжается. Татьяна у нас в чате или нет? Татьяна, если здесь, дай, пожалуйста, знать в чате. Итак, вроде бы запись идет. автор публикации, если он использует их в своей собственной диссертации, он обязан это обстоятельство отметить. То есть, когда мы с вами используем свой текст, ранее опубликованных статей, монографий, неважно, читателю вашей диссертации должно быть это понятно. Как это сделать? Очень просто. Вы так можете по-честному и написать. Ранее в статье такой-то нами опубликовано или там высказано какое-то положение или там разработана такая-то методика и вот вы ее здесь показываете. То есть, вот в этом смысле чем более явно вы покажете, что это ваша же ссылка, ой, ваша же, прошу прощения, публикация, которая была раньше, тем в какой-то степени лучше, потому что, когда вашу работу будут проверять, и сначала у вас зальется это как, ну, вроде бы, как не ваш текст, когда вашу работу будет проверять эксперт после машины, после машинной проверки, то он просто увидит, что вы не скрываете то, что это ваша публикация, вы об этом открыто пишете. Поэтому начало про себя написали, да, что это вот вы тогда-то, там-то и так далее сделали, и, естественно, на себя поставили ссылку. Каким образом мы осуществляем самоцитирование в тексте, неважно, статья это или диссертация, но диссертация это очень важно. Мы пользуемся абсолютно теми же правилами, которые касаются у нас других авторов. То есть, вы делаете все то же самое, как будто бы вы цитируете не себя, а другого автора. Все абсолютно правила точно такие же. и если вы берете цитату из своей дословную выдержку, из своей ранее опубликованной работы, вы ее тоже закавычиваете в кавычки и тоже ставите ссылку. Если вы себя пересказываете, в общем, все абсолютно то же самое, никаких тут новшеств, скажем так, да, абсолютно никаких нет. Что, как бы, как принимают решения, в частности, и эксперты тоже, когда проверяют вашу диссертацию относительно того, обоснованной или не обоснованной, да, ваша цитата своего текста ранее опубликованной, то есть, вот это самоцитирование. Обоснованность определяется очень просто. Объемом, сутью и наличие ссылки. То есть, если вы показываете, что это какая-то разработка, предположим, вы разработали какую-то модель, да, и вы ее опубликовали, естественно, и она имеет какую-то визуализацию, но вы же не будете эту визуализацию переделывать, ну, нет, конечно, то есть, вы, конечно же, напишите, что вот это вы разработали, предложили такой вариант, он тогда-то опубликован, и вот он здесь в вашей диссертации. То есть, здесь нет проблем. Но если вы, например, из старой статьи берете вообще все, 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 там, грубо говоря, у вас статья 20 страниц, и вы подряд 20 страниц взяли, ну, это, конечно, вызывает сомнения, а нужно ли было прям вот весь этот текст, настолько ли он ценен для работы, чтобы его прям весь от корки до корки взять. Поэтому вот это здесь такой индикатор, он субъективный, безусловно, но тем не менее на него можно ориентироваться. Ну и отмечу, что вы не обязаны, не требуют ВАК от вас цитировать свои работы, тем более не требуют цитировать все работы. Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда на консультацию приходит человек и говорит, так, а мне сказали, что я должен себя процитировать. Ну, можно себя процитировать, но, во-первых, не должен, а можно, а во-вторых, не обязательно цитировать все. Вот эти вот вещи очень важны, потому что, если мы будем цитировать все, понятно, что у нас сложности будут больше, да, то есть нам нужно будет как-то обосновывать, зачем я это все включаю в работу. Как еще поступить автору для того, чтобы вот эти самоцитирования были все-таки или цитирования были, смотрелись как обоснованными, как такими ненадуманными, да, мы должны с вами понимать, что вот эти требования, о которых мы сегодня с вами говорим, они уже существуют, вот они уже есть, и поэтому, когда мы выбираем стратегию подготовки статьи и диссертации, а именно, что будет первично, сначала вы пишете диссертацию, а потом пишете статьи, или вы сначала пишете статьи, а потом вы пишете диссертацию, или это у вас параллельные процессы, вот три стратегии как минимум, да, здесь вы должны сообразовываться, конечно, вот с этим пониманием, то есть, что если вы, например, пишете, я за то, что сначала надо начинать писать статьи, по разным обстоятельствам, я на всех наших встречах, посвященных публикациям, говорю о том, что публикация зависит не только от вас, ее мало написать, ее надо публиковать, поэтому, естественно, когда мы ее написали и отдали, она поплыла в свою жизнь, пока ее отрецензируют, пока она выйдет и так далее, да, мы в это время можем с вами работать на диссертации, но с пониманием того, что мы ограничены в какой-то степени с точки зрения изъятия этого материала. Еще один очень важный лайфхак, который почему-то многие вообще даже вот, ну, не то, что недооценивают, а считают, что нет, ну, так нельзя, так можно и так нужно поступать для того, чтобы повысить эффективность. Смотрите, вы готовите статью, например, и вы понимаете, что у вас по этой же теме диссертация, и вы, предположим, можете рассмотреть, там, я сейчас вот просто с потолка пример беру, вы, например, можете рассмотреть свое какое-то изучаемое явление в динамике, а можете его проанализировать, там, за 5, за 10 лет, в зависимости от того, какая у вас тема, а можете проанализировать, например, там, за год, за два. Так вот, вы в статье возьмите маленький кусочек за год, например, или за два года, а в диссертацию возьмите развернутое исследование, и тогда у вас и текст не будет пересекаться, и графики не будут пересекаться, у вас как бы будет вроде про то же, но другое, и это вы никого не обманываете, вы действительно в начале исследования пробуете свой инструментарий методический, поэтому вы берете маленькие выборки, маленькие временные ряды, а потом уже расширяетесь, то есть это не просто эффективно, это оправдано с точки зрения просто науки даже, для вас, чтобы вы понимали, вы не ошиблись, у вас точно вот это вот все получилось, можно это использовать. Ну и, естественно, если мы говорим о том, что статьи уже опубликованы, вот это полезный лайфхак был для тех, кто только начинает, да, и он может это учить, а если, допустим, я уже там дописываю диссертацию, у меня уже 20 публикаций, я их не могу обратно никуда вернуть, вот они уже существуют, значит, тогда в диссертацию мы не берем подряд масштабные куски текста, во-первых, во-вторых, стараемся все-таки с этим текстом поработать. Я условно написала, что это у вас получится новый текст, мы все равно на него обязательно ставим ссылку, обязательно, но мы все-таки его преобразовываем немножечко. И еще, когда вы пишете сначала статьи, а потом пишете диссертацию, у вас текст так и так преобразовывается. Почему? Потому что у вас происходит углубление в тему, вы начинаете ее лучше понимать, вам она кажется более, вы ее рассматривать начинаете уже как бы не с одного угла, а начинаете ее рассматривать как бы более объемно. И поэтому у вас текст так и так улучшится, он как бы изменится, углубится, и тем самым вы сразу же и качество текста повысите, и избежите необходимости просто копирования и вставления текста в свою работу. Ну что, друзья, все, что я хотела рассказать, вам я рассказала. Я хочу вас пригласить на предстоящий вебинар, который состоится 16 марта, и мы будем говорить об очень важной и интересной теме логика изложения текста диссертации, что от нас хотят эксперты, как этого добиться, и так далее, и тому подобное. Ну и логично будет с этого вебинара потом пойти на курс для того, чтобы разобраться, а как это реализовать, вообще говоря, на практике все. Ну и, естественно, я сейчас посмотрю в чат, я сегодня фактически не смотрела за чатом, потому что понимала, что нам нужно компактно поработать, а видите, получилось немножко некомпактно. Ну и, естественно, я приглашаю тем, кому это значимо, кому это нужно, приходить на курс, и если вы еще там сомневаетесь, надо или не надо, почитайте на сайте, есть отзывы тех, кто уже прошел этот курс, и посмотрите, что людям понравилось, какие есть впечатления о курсе. Я буду благодарна, если вы поделитесь своими ощущениями после сегодняшнего нашего вебинара, или зададите вопросы, которые у вас есть, а я смотрю в чат сейчас и буду отвечать на те вопросы, которые вы задали. Так, про запись Татьяна писала. А если отличие особенностей в требованиях при написании учебных пособий, конспектов лекций, которые пишут преподаватели для студентов? Ну, на самом деле, сегодня мы вообще не касались этой темы, потому что, все-таки, не знаю, возможно, в каких-то вузах методические пособия проверяются на оригинальность, в некоторых точно знаю, что не проверяются. Поэтому это не такая острая, скажем так, проблема, а вот все-таки для научных текстов это такая серьезная сложность, да, для некоторых. Поэтому в любом случае, в любом случае, конечно, ну, а что там в учебных пособиях у нас и конспектах? Если это лекция ваша, то проблем нет никаких. Если вы берете материал у кого-то, ну, конечно, ссылаемся все равно. То есть, в любом случае, если мы говорили об этике и культуре, если они у нас, внутри, в нас, они наши компаньоны, то какая разница, какой текст мы пишем, мы придерживаемся фактически этих же этих же требований и представлений. про записи, про записи, так, тут сбой. Так, не вижу вопросов. Благодарю, друзья, за вашу обратную связь. Татьяна, большое спасибо, что дали ссылку на группу ВКонтакте. Друзья, сейчас у нас такая с вами ситуация неспокойная, и я буквально сегодня поняла при разговоре с Татьяной, что Facebook не плохо реагирует на наше присутствие там, поэтому попросила, чтобы кому актуальна тема, присоединяйтесь, пожалуйста, к моей группе. Она точно так же называется, как и в Facebook, она называется «Диссертация в стиле рок-н-ролл». Это группа очень давняя. Я ее ВКонтакте веду, но очень так, некачественно, скажем так, по всяким разным причинам, поэтому присоединяйтесь, будем ее наполнять содержанием, и естественно, я надеюсь, что все будет у нас хорошо, просто, чтобы мы не потерялись. благодарю, благодарю за ваши комментарии, я благодарю, что вы дождались меня, и что мы с вами расстаемся не на полусловия. Приглашаю с удовольствием увидеться еще раз 16-го числа, ну и, конечно, всего доброго, до свидания. Продолжение следует...